Начинаем мы выпуск сообщения о том, что причиной массового отравления в школе Шелихова могла стать плохо проваренная курица. Накануне дети начали массово жаловаться на плохое самочувствие, а 117 учеников не пришли на занятия. Все подробности в материале Олега Федорова. Сегодня в стенах этой школы в Шелихове только педагоги. Каждый седьмой ученик не пришел на занятия. А некоторые школьники и вовсе были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Зимние каникулы для учеников школы номер 6 города Шелихова начались на один день раньше. Но повод нерадостный. Массовое отравление. Специалисты Роспотребнадзора уже обследовали учебное заведение и в частности пищеблок. Отобрали пробы воды и продуктов. Все началось с троих учеников, которые накануне обратились к врачам с симптомами тошноты и рвоты. На сегодня число пострадавших детей увеличилось до 22. Из них 20 находятся на амбулаторном лечении. Двое госпитализированы. Всего же общее недомогание наблюдалось у 117 школьников с 1 по 11 класс. 78 детей на сегодняшний момент обследованы. 39 семей не удалось попасть. 21 семья просто отказались от осмотра. 18 семей отсутствовали в период, когда пришел врач. И сегодня данные семьи будут также дообследованы. Все мазки взяты, отвезены в Иркутск, в центр гигиены, для определения, что послужило в таком состоянии детей. Ситуация с отравлением детей уже взята на особый контроль правительства региона. Следственный комитет Прибайкаля возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». У сотрудников пищеблока школы взяли анализы. К расследованию подключилась и местная прокуратура. Прокуратура города Шелихова по данному факту организовала проверку, по результатам которой при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме того, следовательно, следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренным частью первой статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, ход которой поставлен на контроль прокуратуры. Виновным лицам может грозить лишение свободы сроком до двух лет. По предварительной версии, источником инфекции могла стать плохо проваренная курица. Лабораторные и инфекционные исследования продолжаются. Олег Федоров, Андрей Назаров, Новости по будням.